итак ребят всем привет перед тем как начнется наше видео анонс как обычно на розыгрыш в этот раз я решил разыграть такой вот чехол такой уже купить нереально если только у меня остатки потому что давно их уже не делают в штатах это еще даже по этикетке видно что это old school старая школа значит можно повесить на ремень так хранить можно хранить полотна для лобзика для ссабельных пил разные пожалуйста вот этого металлу дерево сапоги проку зуб у кого нету денег на такие ссабельные пилы всегда найдется на такую пилу вот пожалуйста и можно пилить я разрабатывать мышцы также суставы креплять молодости можно приобрести такую это тоже складная фирма ленокс американская довольно таки известная фирма пора заниматься первую очередь расход к это всякие коронки сверла полотна и так далее вот у них в комплекте идут два полотна вот тоже drill это по гипропу небольшой знаток английского ну вроде так читается а это вот универсальное дерево металл пластик тоже можно приобрести здесь есть у нас вариант на темлячок зацепить подвес тоже быстрая смена подходит любое полотно в разных фирм я имею главное чтобы они были для сабельной пилы так что вот можно здесь хранить и носить вот эту пилу а можно здесь еще знаете хранить что угодно да хоть дальномер некоторые спрашивают где дальномер хранить пожалуйста можно многие вещи здесь хранить чтобы еще угодно итак какой у нас ключевое слово как обычно участвую и в комментарии под этим видео и потом следующем видео мы разыграем такой прикольный приз который каждому я думаю понравится всем привет ребята с вами дядя саша снимаю на улице поэтому ветерок и может быть вот меня плохо слышно стараюсь говорить погромче итак у нас сегодня видео про сабельные пилы значит рука 2821 и классическая 2719 но перед этим я вам хочу показать новенькую футболочку которая ко мне приехала вот она такая прикольная тянется защищает 50 процентов ультрафиолета потом выводит влагу тело сухое постоянно как обещают мелоки посмотрим и что еще кто сказать она 70 процентов примерно полиэстера 30 всего хлопка поэтому на и тянется и она не будет как старая хлопковая они были и жаркие и в общем не было не очень кайфово это новая футболочка такого плана у меня уже одна есть ты купил еще вот эту и хотел сразу с радостью поделиться также новых брюках прикупил себе рабочие брюки мелоки вот работа практически во всем мелоки делать тест и так сейчас начнем и так ребят вот у нас сабельные пилы это новая пила ну да она конечно новее 28 21 чем 2719 хотя это много поработал и очень доволен этой саблей но пришла пора их сравнить хотя основные характеристики многие схожи например частота входа и здесь и здесь от 0 до 3000 движений в минуту что в общем-то одинаково но у них значит чем они разнятся во первых я сделал шпаргалочку вот амплитуда входа у моей старой амплитуда входа 22 миллиметра а вот у новой 32 фактически на 50 процентов больше поэтому соответственно по идее расходка должна больше ходить и работать она должна быстрее ну в общем посмотрим тест это покажет я забыл сегодня электронные часы советский измен сделано в пургане цена 1 рубль алюминиевый показал точно что это сабельная пила ровно два килограмма это три двести три триста то бишь разница в весе тоже примерно 50 процентов что тоже немаловажно почему я для себя выбрал вот эту пилу она как вы видите более компактная наиболее легкая и удобнее работать идет хват вот такой рукой одной держите здесь другой здесь все очень удобно здесь же это поэтому и называется однорукая пила это двурукая часто говорят трюк подвесить ее на каркас где-то на моей такого счастья нет кому-то это наверно будет удобно также блокировка курака идиота чтобы случайно себе не порезать пальцы и нажать при замене полотна чтобы застопорить курок далее еще единственная разница такая может быть это быстросъем то бишь здесь мы вставляли брали полотно прокручивали здесь патрон вставляли и отпускали все фиксация точно также вытаскивали прокручивали понимали здесь же у нас идет как видите рычажок стрелочка все просто вы поднимаете на принципе тоже движение только одним пальцем это удобнее вот и ставим полотно и потом отпускаем все она тоже фиксируется и вытаскиваем точно также берем оттягиваем ну кнопочка довольно тугая хочу сказать сразу что не очень-то и шоколадно делать пальцем чувствуется она тугая поэтому преимущество но сомнительное все-таки не формула-1 чтобы постоянно менять там раз за разу ну как по мне еще регулировка здесь есть пятки здесь то есть она вот так вот ходит и она стоит на одном месте здесь же она тоже ходит но ее можно выдвинуть то есть здесь есть кнопочка вы нажали и вытащили точнее даже две кнопки извиняюсь две кнопки это для меня еще новинка вот вытащили зафиксировали но сомнительное тоже преимущество я бы так сказал нет особо не надо может быть кому-то надо пишите в комментарии надо и зачем чтобы удобней подлезть так далее для меня вполне хватало и без регулировки 2719 вот эта часть она резиновая полностью вот это все что видите черное это как чехол резиновый поэтому держаться за резину приятно это да ну и здесь неплохо кстати я никогда не жалуется обычно в сабельных пилах здесь такой нюанс что они вибрируют вибрация идет в руки и как бы хорошо бы иметь какие-то виброгасящие перчатки хотя работаю с ними старенькими в принципе более-менее устраивает но не скажу что да это все равно в руки отдает это в принципе чувствительно итак вот мы пробежались по всем основам так сказать что у нас далее далее нас полотна я привез с собой полотна такой какие и что собираюсь сегодня делать это мое любимое полотно тройная заточка мелоки самая быстрая как и написано по сухому дереву и пластику можно работать работает огонь просто она видите у него жесткость побольше если там взять обычном полотна план чаще всего такие вот то видно что она почти два раза здесь шире с усилением полотно прикольно это по сухому дереву без гвоздей еще раз говорю быстро но без гвоздей далее diablo по мокрому дереву только по куда-то убрал вот она вот это как видите нарисовано как и мокрое дерево так и сухое дерево универсальное зуб акулы я может есть я вот так назвал зуб акулы значит далее что мы будем работать работать по сухому дереву с гвоздями вот есть такое полотно есть обычная искорбидовая если не забуду покажу в чем разница в скорости ресурс я расскажу если будет не лень то же самое по металлу тонкий металл толстый точнее толстый металл обычная карбидовая ну если нашу кусок уголка какого-нибудь давно год на даче не был не знаю найду ли не найду ли и взял с собой bosch для рынка сша это пока за блоку вот постараюсь тоже найти газоблок тоже уже он исчез благополучно выбросили его на мусор поэтому если найду то поработаем по газоблоку хотя он уже работал и здесь им оконные проемы выпиливал потом покажу если будет время в общем полотно вообще классное достойно конечно можно купить такую пилу ручную она стоит недорого на нажимаем на кнопочку раскладываем вот полотно по металлу можно поставить по мокрому металлу да хоть такое вот никаких проблем нет здесь типа из быстросъем нажали вытащили потом значит берем полотно вставляем отпускаем и можем работать длинным вот никаких проблем нет ну не знаю будет это кому-то удобно или не будет это другой вопрос но можно сэкономить это лайфхак для экономных можно также приобрести такой вот чехол из баллистического неона которым кстати будут полотна вот как раз 15 сантиметров это по гипроку вот гипрок да реально без шума и работать это дело универсальное полотно хранить металл дерево пожалуйста можно на повесить кстати можно вообще всю эту пилу взять и сюда положить это будет как система хранения мелоки вот пожалуйста вещь а можно и дальномер можно что угодно также приехали такие наборы прикольные чем прикольная цена очень хорошая то есть если так по одиночке атаку покупать по штучке то здесь экономии минимум 50 процентов карбидовая щехлом диабло тоже здесь есть по металлу по дереву 22 сантиметра 15 сантиметров хороший наборчик и так ребята сейчас я хотел зафиксировать заготовку деревяшку нужно было мне саморезом закрепить и тут пригодилась мне вот эта штука которая приехала новинка это у нас такой битодержатель на шуруповерт и винтоверта указаны модели какие но это уже показывал как там бегло и я решил сейчас распечатать и попробовать закрепить и вам показать заодно как это будет выглядеть ребята вот у нас инструкция открыли мы здесь два варианта крепления на м12 на м18 в чем отличие так бегло посмотрел м12 одним винтом который по длине сразу две детали насквозь при привинчем этот не используем маленький здесь же как делаем сначала 18 вот эту деталь мы прикручиваем и потом уже сверху основную но маленьким то есть длинным здесь вот этим и потом маленьким вот этим вот эту основную но мы крепим 12 поэтому работаем по первой схеме нам нужен только один винтик вот он винтоверт и здесь обратите внимание металлическая металлический пас такую сделал вот под пас точнее ставим его сюда в пас сразу и винтиком можно кстати хоть так хоть так вот это будет кому как удобнее ну типа надписью вверх мелоки чтоб сверху было это изначально задумано но наоборот тоже можно ничего страшного я наоборот пробовал кстати тоже прикольно и все берем отверточку закручиваем а так вот без энтузиазма что там не поваровать ничего либо не испортит все держится вот так битку можно например виха это даже не мелковская бита вот она отлично зашла сюда h1 виха терминатор ел все удобно рекомендую и так ребят решил закрепить заготовочку для значит два самореза pz 3 10 сантимов мы сейчас его зафиксируем винтоверт 12 вольт новый 34 53 3 режим итак ребят 27 19 аккумулятор 6 ампер часов высокотоковый мое любимое полотно тройная за . по сухому дереву без гвоздей так людей здесь нет проверка значит 4 сантиметра толщина всей доски и значит ширина и 14 половиной сантиметров и так сейчас посмотрим как у нас пойдет раз и все сейчас будем смотреть как справится 28 21 и так все то же самое это полотно это пива у нас другая 28 21 тот же кум сейчас посмотрим как она справится ну блин конечно я впервые работал и прибалдел разница ребят потом под таймером тут руками просто как будто со второй на четвертую переключил если бы я знал что это раньше может быть и кетку рассматриваю ну просто как на фаршировал и так 27 19 зуб акулы карбидовый сухое мокрое дерево без гвоздей посмотрим все тоже самое аккумулятор шестерка посмотрим на что способна ну чувствуется что 28 21 порвет на скорости итак 28 21 зуб акулы карбидовый и посмотрим что она сейчас произойдет я прямо под впечатлением конечно она быстрее думал задел даже нет не задел в общем огонь огонь пила и так ребята сюда я забабахал гость 120 до сюда он заходит карандашом нарисовал здесь он идет вначале примерно в этом месте вот так вот и сейчас мы попробуем распилить его 27 19 это у нас полотно обычно будет я имею ввиду не карбидовая дерево гвозди диабло 22 сантиметра биметал посмотрим что с этого получится и так погнали есть контакт и да могу показать вот гвоздь это выход его это вход сейчас мы попробуем 28 21 и так 28 21 это же полотно дьяволская этот же вот здесь примерно и сейчас посмотрим на что способна 28 21 с этим гвоздем погнали она вообще не заметила гвоздя просто огонь просто мне это очень нравится дело вот шинканул с двух сторон это второй кто это первый кусочек со шляпкой это 2 вообще огонь и так ребят работаем остановился на несколько секунд показать что нужно защищать и глаза и руки ну конечно можно и лучше возможно и перчатки пальцем полностью закрыты для таких дел я даже настаиваю что это лучше но у меня уже привычка к беспальцевым тактильное ощущение всякую мелочевку брать футболка милковская чувство не намного лучше чем старый просто в разы сейчас садил работаю в общем прекрасное ощущение совсем не так вообще не жарко как вот стоит конечно парила которая с кармашком на груди старого образца там конечно жесть была хлопкова и так что я хотел сказать поставил я полотно карбидовая дьябло перед этим мы с гвоздями запилили дерево с гвоздями обычный биметал сейчас карбидовая почему это часто спрашивают что почем почему разница такая в деньгах я считаю лично и по коронкам я считаю и по сверлам я считаю что обычным расходкой работать лучше в плане лучше в плане того что чище рез коронкой быстрее сверлом зато и коронкой и всем значит и чище и быстрее минус в чем значит ресурс конечно эти будут быстрее вступиться обычная а вот карбиды уверяют разные производители кто один 6 то 17 самый большой по моему один по семье видео вот поэтому сейчас хочу ту же самую доску пильнуть карбидовой у этого реза будет такой единственное маленькое преимущество что я уже сюда двинул доску то бишь жесткость получше ну это субъективная ерунда там какая какие-то там может быть один два три процента там какая-то ерунда в целом посмотрим я самому интересно по коронкам я знаю что коронки обычно быстрее чем карбиду и по сверлам это я уже сто раз видео делал показывал под полотном первый раз хочу видеть на скорости итак 2821 все тоже самое доска тут аккуму в общем тот же гвоздь погнали такое ощущение что да чуть чуть помедленнее было чем биметаллическая но гвоздь также не заметила легко прошла сабля и так едем дальше ребят и так ребят уголок такой конкретная нашел три на три сантиметра и толщиной 4 миллиметра будет весело значит полотно толстого металла диабло значит обычный биметал не карбидово карбидово я потом попробую значит 2719 соответственно на слабее мы это знаем не взял охлаждайку ну да ладно тут всего-то будут двореза полотном думаю ничего страшного не произойдет итак сейчас посмотрим как оно у нас получится погнали было как-то быстро и так 2719 тоже полотно ой господи 2821 теперь тоже полотно тот же уголок и сейчас посмотрим что у нас теперь получится и так погнали в конце не вообще улетает сейчас найду кончик вот рез видите какой получился вот так вот конце как с пластилина уже итак 2821 bosch для американского рынка сделано швейцарии 30 сантимов красота кирпичик совдепия восьмидесятых годов и так посмотрим получится ли американцу советским кирпичом расправиться или нет сейчас немножко придаем получше ногой зафиксируем так как кирпич по-другому у нас не зафиксировать и погнали бляночек от масло 2719 плюс то есть против советского кирпича и больше полотно погнали восьмидесятых годов и так как я буду делать это итак ну значительно слабее но еще есть вариант что на паечке может быть да нет нам пайки на месте просто настолько он слабее действительно и так 2719 попробуем сейчас еще может что-то получится дьявла два раза шинканул посмотрим на время теперь 2821 попробуем теперь 2821 дьявол карбидовая зуба кулы посмотрим что сейчас получится есть и так ребята настало время подведения итогов и специально перед этим вот я поставил две таблички что вы могли посмотреть одна табличка статаха сначала было вы могли увидеть все ттх данного инструмента и вторая табличка с результатами тестов и сейчас я хотел пока прокомментировать эти результаты если не забуду то сейчас в окошке у вас будет опять эта табличка и мы с вами прибежим пробежимся по результатам для начала пока я не забыл я хотел во первых показатель диаметр что им пилил вот конкретно видно это красный цвет от карбидовый где-то порядка пять с копейками пускай был до 6 пускай даже по максимуму 6 сантиметров такая вот елочка и кстати следующее одно из следующих вид видео будет процентные пилы 12-18 вольт я уже забегая наперед вот вот это вот вторая вот как режется цепная пила а вот как сабельная пила сами можете посмотреть что цепная сделает очищен ну естественно быстрее но это уже как говорится тема для другого разговора и наберитесь терпение вы увидите это видео и так что еще хотел сказать опять же кто дотерпел до этого момента еще будет бонус в розыгрыше мы разыгрываем такой чехол и у нас было ключевое участвую ключевое слово участвую на розыгрыше этого чехла от мелоки и теперь дополнительным я еще добавлю вот это полотно кто к слову участвую еще добавит слово тест комментарий например тест участвую участвую тест или там далее предложение слова тест это как бы у нас будет второе ключевое слово для того чтобы получить полотно то есть если просто участвую и он выиграет он выиграет только этот чехол а если будут участвовать и тест то он выиграет два приз как бы бонус дополнительный а также ребят перед тем как перейти к табличке с комментариями хотел бы попросить чтобы вы репостнули это видео где можно в любой соцсети которая вас есть ссылку на это видео я буду вам за это очень благодарен итак смотрим табличку первый результат это у нас была работа по сухой доске ширина как увидите четыре с половиной сантиметров толщина доски было четыре сантиметра работала первое полотно тройная заточка зуба вот она быстрый чистый рез прекрасное полотно я даже уже не давал поработать таким все время меня вообще ну самый больше нравится на всех полотен вот она отработала никаких проблем нет никаких потерь абсолютно ему все равно просто прекрасное полотно и вы видите результат 2719 вот это сабля отработала за четыре целых четыре десятых секунды и ровно в два раза быстрее отработала это сабельная пила 2821 2,2 секунды и так под окном орали алкаши перешлось немножко закрыть окошко чтобы вы не слышали этих ужасных людей и мы продолжим дальше видео и так естественно два раза быстрее и это было просто наглядно я был просто в шоке это как ножом и так взял так махнул по сравнению это я сразу понял блин какая красота вот эта сабля почему я раньше не попробовал но она конечно позже гораздо вышло и я бы купил бы с удовольствием себе такую далее второе полотно значит это у нас было полотно универсальное сейчас его найду пожалуйста это у нас акулий зуб так называемый ябло оно работает как по сухому так и по мокрому дереву твердосплавные напайки и по доске но отработал на мою на мое удивление даже чуть быстрее вы видите 3,9 секунд но это на отработала вот этой саблей и было бы легче а вот это одинаковый результат показалось предыдущим ну полотно неплохое но как покажет практика мы перейдем к этому дальше по мокрому дереву все же оно работает хуже чем его вот этот конкурент но это позже и так далее значит мы посмотрели как по сухому отработали естественно преимущество просто в два раза было за этой саблей безоговорочная далее я забил гвоздь и мы работали полотном обычным сначала по металлу вот оно по толстому металлу полотно и значит какие у нас результаты опять это 7 секунд а это 3 секунды тут два с половиной раза тут вообще разгром тоже был полный я вообще как тоже ножом даже гвоздя не заметил тоже потрясающий результат был и дальше я специально взял для вас просто показать карбидовая разница и карбидов видите там только вот это делал потому что это был чисто спортивный интерес по расходке думаю ладно запарем полотно дорогой но увидите 3,6 секунд то есть вот это обычно полотно отработало быстрее чем карбидовая чем я часто говорил то же самое с коронками быстрорежущая значит сталь там они гораздо сверла тоже отрабатывать быстрее карбидовая основное все таки ее преимущество это огромный ресурс 1 к 8 1 к 10 вот и у нее хуже рез что опять же видно у обычных биметаллических полотен вес чищен что мы подтвердили поэтому здесь было 5 дерево с гвоздями полный разгром вот это здесь нагло опять вышел два с лишним раза далее был уголок по металлу мы работали сначала обычным тоже полотном дьябло значит сейчас его найду а вот он перепутал я между прочим перед этим вот это вот дерево гвозди был нанесу обычное биметаллическое полотно оно просто тоже разгромило значит здесь три секунды здесь увидите 6,6 в два раза просто опять два раза поиздевалась над этой на быстрее показала свою мощь преимущество и по полотнам я пильнул все таки зал карбидовая опять же все для моих подписчиков здесь для меня был удивительный результат впервые увидел что карбидовая ну чуть-чуть но быстрее 2,4 она показала а это показала три секунды ну незначительная но все же ну естественно все зубе вот что тут вот там буквально один пил ни о чем здесь тоже ни о чем все целое все прекрасно качество на высоте вот эти полотна кстати любят сантехники чугунные трубы пилите стояки металл и автомобилисты любят саленблоки и не только молодежь у меня пилит кабриолеты тут с копеек делают прикалываться ну тоже хорошее занятие лучше чем бухать молодцы ребята и значит что еще хотел вспомнить историю приходит ко мне мужик говорит мне нужно полотно хорошее полотно что быстро пилить металл очень быстро пилить игра что тебя пилить надо глушить я говорю а сабельная пила какая у тебя это аккумуляторная тут я начинаю понимать что человек просто по ходу пилит и ворует катализатор с глушаков я так начал это ему намекать на это ты ему случайно этим не занимаешься он не 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 ты что у меня там автосервис я думаю зачем тебе тогда очень быстро чтобы быстро спилить и свалить но это так словом вспомнил просто ну убеждал меня что у меня свой автосервис можете ошибался и так далее подошли к интересному моменту вот это полотно борщ для рынка ша значит кирпич силикатный полнотелый ссср как вы видите тут разница огромная сначала вот этим буквально 5,7 она просто тоже как ножом я был просто просто был в восторге как она отработала и потом 2719 она еле-еле там перепилила за 30 секунд но ребят я сразу вам хочу сказать что вот это полотно создано для пеноблока и для красного кирпича красного но не для силикатного но так как у меня не было красного кирпича под рукой я понимал что я могу и нанести урон но решил все таки это сделать ну вот она отработала где-то вот в этом диапазоне смотрите сами я честно говоря никакого такого урона не увидел потом вот все напайки на месте это видно ничего не сломалось не отлетело не погнулось просто получается хоть она не для силикатного но суть в том что я таким бошком работал сам лично вообще классное полотно газоблока столько перепилил на даче из советского газоблока которому по 30 лет с 80-х годов ну в общем она слабеет на более твердом металле материале было просто видно и последний наш тест вы видите ель мокрая в лесу реально мокрая пошел после дождя уже психовал думаю не снимаем это видео потому что надо уже уезжать в город и дождь прошел но все-таки после дождя пошел отснял вот результаты что здесь у нас получилось опять пилили сначала вот таким полотном дьявола чисто для мокрого дерева и как видите результат 4,6 и а 3,4 значит на 50 процентов опять же она во всех параметрах сильнее и мощнее и дальше вот такое вот полотно по сухому мокрому дереву карбидовая опять же она показала результат вот этой пилой хуже что и подтвердило 8,8 секунд в очередной раз что карбидовая медленнее но я бы хотел сказать там в принципе пилил тяжело потому что когда идет от корня значит дерево когда оно целое пилить намного легче вот взять дерево там 5 метровое вот такой вот такой толщины да перепилить вот когда оно растет без проблем а когда ты пилишь вот такой пень пол метра от земли это уже сложно потому что идет страшная вибрация очень страшно и я даже пилил сейчас покажу я не пилил от упора а я где-то вот пилил есть тут следы или нет сейчас покажу ну старался вот подальше отойти тогда меньше вибрация чем ближе к упору начинаешь упор сюда вибрация через упор еще страшнее передается и как бы суставы не не казенные как говорится ну в общем неприятно это пилить и потом увидите цепной пилой это все как масло делается вообще просто без напряга я дал опять жене попробовать и 12-18 ради интереса ну в общем она в легкую это зиму сделал то есть видно что цепная пила как бы для этих вещей намного лучше подходит и так вот такие мы подвели итоги значит все понятно по этому делу ничего как бы не ожидать для меня было очень неожиданно я конечно когда в два раза два с половиной почти в три раза я был в шоке я думал так процентов на 20 так вот знаете оказался что очень сильно не прав в своих мыслях вот вот такие дела как говорится сейчас перед тем как покупать мы можно уже не только думать что это полегче и значится она поменьше удобнее куда-нибудь сложить если для кого-то жесткого демонтажа то однозначно вот этому с 1 килограмм это не туда-сюда даже вот это демонтаж пола например будут намного удобнее чем вот это делать не так сильно наклоняться надо или вверх наоборот там она подлиннее мне уже тоже свои преимущества есть естественно итак проговорили мы все эти дела если какие-то вопросы пишите задавайте ребят по полотнам или там по инструменту сейчас кто дождался этого момента мы подведем итог предыдущего видео разыграем приз приз был интересный так что смотрите сейчас розыгрыш на 7 прощаюсь с вами всего хорошего крепкого вам здоровья крепчайшим вашим родным и близким чтобы было вас полно заказов чтобы все у вас сбывалось на работе и дома до свидания итак ребят подошло время нашего розыгрыша в предыдущем видео интересное видео было про новой отвертки от компании милоки и вот в руках вы видите у меня такой вот адаптер от компании американский ленокс на одну четвертую быстросъемный и сейчас мы разыграем для этого я копирую адрес это видео и вставляю специальную программу загрузить данные погнали вот они погрузили 111 комментариев выбрать случайный комментарий ключевое слово участвую и если новинка то это второй приз бита погнали тимур малов поздравляю а стоп 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 вот тимур вот как обидно а мог ведь выиграть нету ни одного ни второго ключевого слова поэтому еще разок вот пожалуйста дух увлечения поздравляю участвую слова есть значит адаптер ваш а если было еще слово новинка если вы досмотрели до конца видео ту было два приза но я рад за вас вы постоянно участвуете я не помню кажется ни разу не выиграли но много раз регистрировались я многих своих подписчиков помню поэтому тем более поздравляю вас с победой свяжитесь со мной посредством в к и мы обсудим как я передам вам ваш приз всем остальным не расстраиваться сегодня тоже бомбезный приз регистрироваться и там тоже есть дополнительное слух может быть два приза дополнительное ключевое и следующем видео мы их разыграем все пока ребята все хорошего всех бах до свидания